Мы лохи? А может ты лох у нас? Иди давай. Может ты лох? Куда ты меня? Все, с офиса вышел. Давай выходи, говори. Ты что, боец, что ли? Выходи, говорю, нахуй. Ты что, сука, не понимаешь нас? Как интересно. Давай, давай, давай. Как интересно, Толя, очень интересно. Пошли со мной. Что с тобой делать? Иди сюда, пошли. Пошли, иди сюда. Руки убрали? С нами пошли. Раз ты нас выгоняешь, то пошли тоже с нами. Давай, давай, блядь. Сюда, иди. Сюда, говорю, иди, сюда, иди. Сюда, по сука, иди. Тут и лох. О, блядь. Перцовку достал уже. Давай. В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения из фонда борьбы с мошенничеством, называющие себя в сети Жека и Еврей, дожали тайки, кидала контору инком, швырявшую людей на ниве поиска съемного жилья, и покаялись, что помогали двум наркоторговкам выбивать деньги из этого псевдоагентства недвижимости. Оказалось, мы сами того не понимая, помогали наркобарыгам. Делали закладки. Делали закладки. В каких районах? В Ролмаш. В Ролмаш? Нам они сказали, что работают промоутерами в магазине, а когда их поймала полиция, они сознались, что они наркозакладчицы. Кто-то внимательно скажет, так вы же вроде сами рассказывали про то, как пранкеры впряглись за юных барышень, кинутых на 5500 рублей при съеме квартиры, а вскоре выяснилось, что они наркокладовщицы. Да. Но сегодня у нас есть возможность посмотреть ту же историю глазами пранкеров. Наконец-то они выложили последнюю серию в сеть. И вы удивитесь, насколько тесно может переплетаться телевидение и интернет. Вот сейчас, возможно, впервые в жизни вы увидите репортаж «Матрешку». Когда тебе исполняется 18, тебя сажают в тюрьму за то, что ты закладываешь по 400 наркокладов в неделю. Именно за это задержали наших пострадавших девочек. Через несколько дней после этого самого похода вкидало контору. А они же нам говорили, что они просто работают промоутерами. И походу эти девчата были передовиками производства. За сутки могли раскидать до сотни кладов. Вот теперь все эти странности, замеченные ранее, становятся понятны. И их нежелание идти отбивать эти 5000 рублей, которые они отдали кидалам. И их пачки денег в кошельках. И их слова, что 5000 рублей это ерунда. Ну, еще бы. 400 закладок в неделю. Причем за каждую закладку они получали по 400 рублей. Вы заметили, что этот репортаж, который вы сейчас наблюдаете, и репортаж, который процитировали пранкеры в интернете, сделан одним и тем же человеком. Ну, собственно говоря, автором этих строк. Поверьте, это было показано не от разбухшего самолюбования. Сегодняшний праздник святого праведного Семена Верхотурского чудотворца, скромнейшего человека, конечно, очень не хотелось акцентироваться на этом аспекте. Но, простите уж, очень хотелось наглядно продемонстрировать, как сеть и ТВ идут бок о бок, иногда переплетаясь. Ну, а теперь о сути. Вкратце. В апреле текущего года к Жике и Еврею за помощью обратился Андрей, батя юной 19-летней Ксении, который поведал пранкерам, что его дочу и ее подружку Наташу кинули на 5500 рублей в конторе Инком. Поскольку пранкеры и раньше сталкивались с этой швыряло-конторой, постольку они с Андреем и барышнями пошли выбивать бабки из аферистов, которые по факту не ищут квартиры для клиентов, а типа оказывают лишь информационные услуги. Да и их на самом деле не оказывают. Контора Инком раньше дислоцировалась на Хохряково, потом переехала на Радищева 12 на второй этаж, а в крайний раз пранкеры застали кидал в том же офиснике, но уже на третьем этаже. Кроме них там оказались еще несколько кинутых клиентов, среди которых громче всех возмущался Николай, тоже оказавшийся без съемной хаты и без бабла. Ты думаешь, тебя не выбрасли? Ты думаешь, от него не выбрасли? Ты думаешь, что ты хочешь сделать, им это делать? Полицию вызвать. Ты думаешь, от него не выбрасли? Да полиция знаешь тоже. По какому поводу? Да у них полиция. Да я же держу не сдерживаю. Ты ебануешь его, или что нах? Да все, я не успокойтесь. Ну кажется, он потолстетел заго. Конечно. Так наебывая. Нажрал, рожу отожрал, что ли. А что ты меня пугаешь? Я уже пуганый. Давай, бери. Я уже пуганый. Убери камеру. Бери, бери. Ну бери камеру. А что ты там, камера сидишь? Я не знаю. А что ты камеру-то навозишь нахуй? А что с тебя все, что ли? Не смеешь? Ну что говорить, а не кидать. А как не кидать? Где квартира? Короче, все терки там вообще без нас идут. Пострадавших вообще полный кабинет. Поскольку это был далеко не первый громкий скандал в кидалоконторе, по стольку местных охранников этот кипиш достал, и они вызвали руководство этого здания. И кидалоконтору вежливо попросили свалить отсюда. Ребята, вы не ориендуйте больше у нас, пожалуйста. Вот честное слово. Мы просто уже устали настолько. Чем помешают? Чем мешают? А вот это вот, что думаете, нравится? Полиция сколько раз уже приезжала? Сюда еще приезжала. А, сюда еще не приезжала, да? Мне же это за приезжала. Тут, ребята, проблема, да? Кто тут? Ну вот видите, какие-то блогеры, да, в камере. А, блогеры, они вас покажут. У Шеремета. У Шеремета? Вот и приходит собственник помещения. Оказывается, он знает нас из новостей Шеремета, которые по ТВ показывают. Как видите, от простого похода в контору с криками уже есть толк. О конторе хотя бы узнают люди. Собственник помещения быстро решил, что с ними делать. Кто заехал? Ну и заехал. Где с аресту, в котором заехал? Ну понятно. Ребята, ну, нам тут просто стандала не нужна. Ну понятно. Потому что от СЖ сразу пошла за вами слава вот эта. Шлейф по-разному. Решается вопрос уже, когда будете езжать. А, вот, тогда ладно. Вот такой вопрос решается. Я сейчас выявлю объявление и вообще всем собственникам звоню и скажу, что вот такая-то фирма, чтобы вас не принимали. Ну, это сам будем вам благодарны. Юным пациенткам пранкеров Ксюше и Наташе кидала контора, вынужденная съехать с родичьего 12, деньги так и не вернула. Но девчата особо и не расстроились, потому что через три дня после этого кипиша в инкоме их задержали с наркотой. Юные лейди оказались наркокладовщицами. И съемную квартиру они подыскивали для своей наркобазы. В итоге они сняли хату на Кунарской 20, где их и еще их троих коллег по наркобизнесу полонили фондовцы и опера, о чем мы более чем подробно рассказывали. Ну, раз время обеденное и барыги ушли кушать, то мы тоже решили пойти пообедать. И знаете, что мы заметили? Девочки расплачивались на кассе тысячными купюрами и из кошелька у них эти деньги прям вот вываливались пачками тысячные купюры. Странно, да, для девочек, которые работают за 15 тысяч рублей промоутерами. В очень неприятную ситуацию мы попали, так ведь? Мы, получается, защищали интересы одних барыг перед другими. Ну, наше дело рассказать о таких нерадивых конторах. А чем занимаются пострадавшие в жизни? Ну, откуда нам такие вещи знать? Просто каждому достается сполна. Наркобарыги получают сроки, а барыги-кидалы получают хейт в интернете. И бросьте все эти байки про анонимность интернета. Это не касается наркоторговли. Все сетевые барыги давно уже под колпаком у силовиков. Про всех все известно, так что отлов барыг – это лишь дело времени. Друзья, никогда не попадайтесь на уловки мошенников. А то даже мне будет за вас стыдно.